С нами на связи Андрей Пьянковский, политолог, журналист, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Андрей Андреевич, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom, рады видеть. Добрый вечер, Юрий, добрый вечер, Ксения. Добрый вечер. Андрей Андреевич, ну вопрос к вам, смотрите, возможно, вы видели вот это обращение кринжевое, используя такое слово, Александр Лукашенко, вот по поводу и ядерных угроз, и поводу того, что вот мы призываем всех сесть за стол переговоров, прекратить вот эти все военные действия, где бы, на какой точке, кто не находился. Что это за ретрансляции от Александра Григорьевича, по вашему мнению? Да, это не ретрансляции, я бы сказал, это чревовещание, из его чрева вещал товарищ Пу. Прекрасно. И запомните, сегодня 31 марта 2023, это очень важный день, военный преступник Пу впервые запросил о пощаде. А как иначе интерпретировать вот этот удивительный пассаж в его тексте, озвученном Лукашенко? Солдаты обеих сторон не понимают, за что они воюют. Как это не понимают, за что воюют? А как же, где же демилитаризация, если солдат Путин тоже не понимает, за что он воюет? Это очень важный поворотный пункт. И одновременно, но это уже комично, он одновременно размахивает это своей надоевшей всем ядерной иудишкой и в то же время просит о пощаде. Именно так воспринимается вот здесь, в Вашингтоне, это его последнее откровение. Он отчаянно просит перемирия, и вот уже, это уже, ну, по существу, это уже первые наброски речи о капитуляции. Оказывается, народы обеих стран, солдаты не понимают, за что она воюет. Ну, а зачем ты их послал на эту войну, спрашивается? Нет, ну, просто интересно, Лукашенко, а ты, в принципе, украинскую сторону не спросил, знает ли украинская сторона, за что она воюет? Потому что наша сторона точно знает, за что воюет, поэтому расписываться за нас, это как-то... Да, да, прошу. То, что он говорит про путинскую сторону, это уже достаточно показательно. Украинская сторона знает, за что она воюет и будет воевать. Вот вы говорите, что это выглядит как крик о пощаде. Вы знаете, выглядит ли это как крик о пощаде встреча с Си Цзиньпинем, и после того, как не успел еще самолет почти приземлиться, но я немножко утрирую сейчас, да, сразу же появились заявления о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Это какая-то биполярка у Путина по поводу желания перемирия, и в это же время дальше поступать так, как и продолжается. И в это говорит о том, о чем вообще с ним можно говорить, если на веру воспринимать нельзя вообще ничего? Даже если светит солнце, он скажет, что это туча. Сегодня это то же самое повторилось. Он же размахивал, уже стратегическим ядерным оружием угрожал Путина Лукашенко вернуть это возвращение. А что значит возвращение? Там бомбы, то эти самые ракеты, тополь там были советские. Одновременно ядерные угрозы и в то же время просьба о пощаде и о том, что вот оказываются солдаты с обеих сторон, за свою сторону он говорит. Значит, он сегодня сказал, наши солдаты, которые я посылал, вот эти мобики, которые погибли, десятки тысяч, они не знали, за что они воевали, на какую войну я их посылал. Это важнейшее признание и откровение. Это показывает действительно, что творится у него в голове. То же самое с китайцами. Он полностью зависит от китайцев. Он подписал там 14 соглашений, отдающих китайцу всю Сибирь и Дальний Восток. И в то же время плюнуло им в лицо, там же написано, я специально проверил в китайско-российском документе, политическим черными буквами на белой бумаге, иероглифами, и не буквами, иероглифами написано, что высокие договорящие страны категорически проводят передачи ядерного оружия неядерным державам. И тут же он передает. Ну, это такое сумеречное состояние человека, находящегося в отчаянии, особенно вот в преддверии украинского весеннего контр-вступления, противопоставить которому его нечего. Андрей Андреевич, а как, по вашему мнению, далее будет вести себя официальный Пекин? Потому что мы вот имели заявление на уровне Организации Объединенных Наций, что мы выступаем против размещения ядерного оружия в третьих странах. Понятно, на кого намек. Это, как говорила моя знакомая, это даже не намек, это уже дышло такое, что вот все там сразу понятно. И, в частности, учитывая заявление премьер-министра Испании, который говорил о том, что он призывает Пекин также позвонить Владимиру Зеленскому и выйти на какие-то контакты. Как будет этот трек развиваться, по вашему мнению, далее? Ну, мы об этом узнаем сегодня вечером. Сегодня перенесенное на два дня заседание Совета Безопасности по требованию Украины, как раз по вопросу размещения ядерного оружия на территории Беларуси. И вот нам всем очень интересно послушать китайского представителя, что он скажет. Но это отдельный вопрос. Но в целом у товарища Си вообще крыша поехала, мне кажется, уже не меньше, чем товарища Пу. Он грозит войной Соединенным Штатам. И это очень хорошо с нашей точки зрения, потому что это вызвало в Соединенных Штатах такое объединение всей политической элиты, включая республиканскую партию, на антикитайской и антироссийской основе. Потому что раньше была популярен такая точка зрения, что вот наш самый главный враг Пекин, поэтому надо все сосредоточить на борьбе с ним, а с Путиным нужно даже попытаться договориться, в чем-то ему вступить и так далее. Но теперь все видят, что нет никакого Путина. Если Китай полностью руководит Россией, китайский император в Кремле выдал ярлык Путину направления, он объявил московитам, что вот я вам назначаю до 2030 года правителя и нужно ударить, отрубить одну из голов китайского дракона, угрожающего Соединенным Штатам. Поэтому решимость Соединенных Штатов помочь оружием во время весеннего кондуступления сейчас гораздо больше, чем неделя назад. Я абсолютно уверен, что если уже не переданы ракеты «Эттинг», что касается авиации, слушайте, сотни украинских летчиков готовятся, сейчас тренируются на F-16, на «Миражах», на «Тайфунах» в четырех странах, в Англии, Великобритании, Франции и Польше. Вы думаете, для чего они тренируются? Если начнется военное активное действие на юге, они что, будут продолжать свои учебные классы? Нет, они прилетят за штурвалами тех самолетов, которые сейчас осваивают. И, скорее всего, будут взлетать с румынских и польских аэродромов. Потому что, действительно, есть объективные трудности для размещения этих самолетов на постоянной основе на украинских. Украинских аэродромов будет уже доставленный туда МиГ-29, который задерживался на два месяца, и у вас работа с подвеской для американских и британских бомб и крылатых ракет воздушного базирования. Вот решимость после демонстрации ПУ, организации своей амбиции и создания такой империи зла, Китай, Иран и Россия, решимости Соединенных Штатов покончить, соединяясь с головой этого дракона, здесь и сейчас, намного больше, чем неделю назад. От больших геополитических вопросов я бы немножко хотела переместиться сейчас в Киевскую область. Андрей Андреевич, сегодня ведь день освобождения окончательного Киевской области от российских оккупантов. И вот по последней информации, сегодняшняя прокуратура украинская заявляет, что в Бучанском, только в Бучанском районе зафиксировано уже более 9 тысяч военных преступлений россиян. За сутки оккупанты совершали более 270 преступлений. Сегодня мы говорили и с криминалистами, и с юристами, которые расследовали эти дела по горячим следам в самом начале. А мотивации того, что происходило, ведь людей расстреливали по большому счету, как в тире. Это была рулетка. Вышел за хлебом или за водой, случайно попал на недружественного солдата, я не знаю, как это правильно назвать, и получил пулю в голову. И эти ужасные захоронения, которые открылись всего миру. И вот ведь на самом деле искать мотивацию довольно-таки сложно, учитывая, что годами накачивалось через пропагандистские каналы, через военную машину ненависть ко всему украинцам и к украинцам. По этому, наверное, в этом и есть мотивация. Вот эти все факты, что я говорю, это только Бучанский район. Мы можем себе представить по всей Украине, и там, где сейчас продолжаются активные боевые действия. Какое количество мы откроем таких страшных последствий российской оккупации. После всего этого и выданного ордер, пускай не за вот эти преступления, пускай и за то, что детей вывозили из Украины. Есть ли вообще какая-то логика возможности разговаривать с представителями Кремля в данный момент, вот теми, которые есть, вот учитывая все эти факты? О чем вообще вот можно поднимать вопрос по поводу дипломатических каких-то переговоров? Вы видите для них возможность? Ну а кто это поднимает? Это вот поднимает сам Путин через Лукашенко. Вы же заметили, как изменилась риторика американского руководителя за последнюю неделю. Чуть ли не каждый день Блинкин повторяет категорически ни в коем случае никаких переговоров с российской агрессой, никакого прекращения огня. Прекращение огня будет только на пользу России. Они переоснастят свои войска и будут готовиться к новой войне. Такой резкости не было. Запад понял, что победа Украины сейчас нужна прежде всего ему. Не прежде всего Украине, конечно, для защитства независимости. Но, во-первых, Украина уже защитила Запад от вторжения Путина в Балтию и Польшу. А во-вторых, сейчас новые угрозы. Китай, не стесняясь, заявляет Путина и призывает своих военных. Не бойтесь войны Соединенными Штатами. И оставить сейчас путинскую армию неразбитой в Украине, это значит предоставить ей громадные ресурсы вот этой китайской империи. Включая в том числе и ядерный арсенал России. Сейчас разгром российской армии уже не задача помощи доблестному союзнику Украине. Это важнейшая задача безопасности Соединенных Штатов номер один. И именно так это понимается вопрос. Андрей Андреевич, по вашему мнению, смотрите, вот вы говорите о том, что сейчас сплоченные все крылья разные, да, вот, и мирных голубей, и ястребов в американском политике. Да, но все же, вот, если даже оценивать слова Марка Милли, да, главы Объединенного комитета начальников штабов США, вот, Марка Милли, который вот накануне говорил о том, что и помощь Украине – это в интересах Соединенных Штатов Америки. Это понятно почему, потому что вот сейчас понятно, что перед всем миром стоит две угрозы от ядерных держав, и он говорит о Китайской Народной Республике и Российской Федерации. Понятно, что вот с ними воевать не вариант, то лучше, конечно, помогать в этом случае Украине. Но а как вы считаете, Андрей Андреевич, по вашему мнению, я не знаю, там, возможно, по ощущениям, пускай будет так, но все же, и оценивая, знаете, вот этот запрос от Киева, и в частности от министра обороны Украины Алексея Резникова, давать больше техники, и в частности тяжелые, для того, чтобы, да, в целом попробовать обеспечить для Украины, помочь таким образом, чтобы эта победа, она была в 2023 году. Вот как вы считаете, насколько, да, реалистичен вот такой прогноз на этот год? Мне кажется, да, вот вы спрашиваете о моих ощущениях, вот психологический момент, политический – это самое важное. Вот это, я не побоюсь сказать, что произошел концептуальный переворот в американском политическом сознании вот за эту неделю, особенно после визита СИИ. В чем была проблема раньше для нас, для Украины? В том, что значительная часть республиканской партии придерживалась такой точки зрения, что главный враг – Китай, и вот нужно сосредоточить все силы на нем, поэтому Россия вот как бы не главное направление, а в крайнем выражении этой позиции, которая вот придерживается Трамп, что чуть ли не там надо бы нам Путина перетянуть на свою сторону и для этого пойти на уступки. Но вся эта аргументация после визита СИИ в Москву и фактически складывающегося, как они говорят, больше, чем военного союза между Россией и Китаем, она обнулилась. Видно, что Путин – это часть китайского проекта. И теперь с точки зрения военного надо не дожидаться, когда этот союз полностью оформится, а вот отрубить две его головы. Тем более, что есть украинская армия, которая готова при достаточной помощи разгромить российскую, и есть Израиль, которая только и ждет того, чтобы уничтожить иранский ядерный потенциал угрожающему, но его пока сдерживали в этом американцы. Вот эта точка зрения, что две головы у этого дракона, если отрубить, то, во-первых, это ослабит его ресурсные возможности, а во-вторых, психологически это будет для него очень сильным ударом, и ему покажут, что означает связываться с Западом. Поэтому вот эта новая расстановка сил, понимание в американском политике, оно сильно работает в нашу пользу, в необходимости победы Украины решительной и бесповоротной. Вы знаете, вот учитывая, что опять возвращаемся к первой вашей фразе, что это крик о пощаде, о желании остановиться, но при этом при всем продолжается активная мобилизация, мы практически каждый день обсуждаем эту тему, легально, нелегально, 300 тысяч, 4 тысяч, за 500 тысяч, я так понимаю, что ему совершенно не важно, он считает в масштабах страны, ну, есть 140 миллионов, он, наверное, рассчитал, на сколько лет ему хватит продолжать забрасывать телами украинскую землю, ну и, конечно же, вот этот трэш, по-другому не скажешь, с этими танками 54, а далее пойдут, наверное, танки 34, как уже шутили, да, Медведев сказал, что, в общем-то, эти танки 54 могут разгромить, сколько там, две дивизии, да, говорил Медведев, они действительно, вот, ну, я не знаю, как эфирным языком правильно сказать, лукавят, не понимая, делая вид, не понимая, что они не понимают, что происходит на самом деле, либо действительно ставка на то, что просто взять на измор 300 тысяч, 4 тысяч, 500 тысяч, 600 тысяч, вот сколько не жалко, а столько это будет забрасываться вот так вот, именно, пластами на востоке Украины, как минимум. Ну, это не так просто будет забрасываться, он же не объявляет мобилизацию, он понимает, что объявление мобилизации вызовет социальное тесто, ведь весь эфир забит воплями этих несчастных мобиков, обращениями, дорогой Владимир Владимирович, нас сюда неизвестно, за что послали, нас тут убивают, у нас нет ни оружия, ни мобилизования, есть нечего, выведите нас откуда-нибудь, спасите. Это же весь видят все эти, там, сколько их, 10 миллионов военнообязанных, поэтому они, Москва пошла по другому пути, они организуют как бы добровольные контрактные службы, ну, принудительно, фактически, используют все методы давления, там, студентам не выдают дипломов, там, людям дружников грозят отобрать имущество, все средства давления добровольно затащить. Это очень-очень непросто. Вот это его сегодняшнее обращение, оно, он же понимает, через Лукашенко, он же понимает, что сегодня никто на этом не согласится. На что он надеется? Он надеется, что вот это наступление украинское не завершится таким сокрушительным успехом. Ну, например, скажем, предположим, что возьмут Мелитополь, а Мариуполь не возьмут, и вот опять все заморозится на какой-то линии соприкосновения сторон, и вот тогда-то он вылезет уже серьезно с этим предложением, давайте как-то договариваться, чтобы я продал своего глубинного народу эту, как какую-то почетную ничью. Вот он надеется. Надеется, что не будет сокрушительного успеха в украинском наступлении. Поэтому, ну, это и понимают в Америке, потому что сейчас после последних заявлений Китая уже ясно, что это Четвертая мировая война. Я называю Четвертую, потому что Третья мировая война была холодной, в ней Советский Союз потерпел положение. И вот сейчас Китай, подмяв под себя Россию и Иран, объявил войну Соединенным Штатам. Так что лучше, ждать несколько лет, когда Иран, Китай сосредоточится, готов будет напасть на Таван, или сегодня разбить, вот как я сказал, отрубить две головы дракона. И вот я полагаю, что мои наблюдения, свидетельства о том, что решимость отрубить эти две головы, она здесь. И, к счастью, для Соединенных Штатов, для Запада, есть у него два союзника, которые с поднадлежащей помощью, а Израиль и сам без всякой помощи военной, могут выполнить эту задачу, разбить российскую армию, украинскую армию, и Израиль может уничтожить ядерный проект Ирана, что приведет, скорее всего, тоже к падению режима АТО. Андрей Андреевич, смотрите, вот мы, когда говорим с вами о будущей победе Украины, да, и мы вот тетруем, что это удар по российскому империализму, но по-другому и не скажешь. Но, смотрите, есть мнение о том, а что же будет дальше? Вот раньше, раньше звучали такие позиции, что в Соединенных Штатах Америки и в самом Вашингтоне по-разному смотрят на то, какой может быть эта победа для Украины, какой будет выход, на какие территории, что будет с самой Россией, да, и стоит ли думать о том, что возникнут какие-то новые угрозы в случае распада на Российской Федерации, на какие-то другие субъекты, да, геополитические. Есть позиция, там, в офисе президента Украины заявляет о том, что после победы разные этносы, разные нации, они получат шанс выйти из-под этого ига, да, кремлевского на самостоятельность, на независимость. Но мы имеем также и позицию Си, вы правильно сказали о том, что ярлык был выдан Си Цзиньпином, Путчину, на вот правление, там, и после 24-го года. Как он там сказал, что я там уверен в победе моего друга, там, Владимира Путина, что вот мы и дальше собираемся с вами поддерживать вот эти отношения. Вот что вы скажете, вот сейчас к чему идет, к какому будущему Российской Федерации вот это все сейчас практически, ну, вот и ведет, ведет эта история? Вы знаете, это очень интересный вопрос, но давайте согласимся на том, что он не самый главный. Самый главный вопрос – это победа Украины и выход Украины на границе 1991 года. А вот что там будет происходить за этим поребриком – это другой вопрос. И он важен с точки зрения влияния на американские умы, насколько они решительны в поддержке Крыма. Вот до недавнего времени, ну, вот, скажем, еще неделю назад, вот я уже сказал, одна точка зрения была невыигрышной для нас, вот что давайте все-таки Китай – основной соперник, а с Путиным может померить. Была и другая точка зрения. Да, Украина, конечно, наберет справедливую борьбу, хорошо бы ей победить. Но давайте подумаем, а вот если будет победа столь сокрушительна, ведь Путин потеряет власть и вся его система, это же приведет к громадному хаосу в России, к русской смуте, гражданской войне, вот на этой громадной территории России в одинчасовых поясов. Вот давайте задумаемся, не опасно ли нам. Это повторение точное, вы же в Украине прекрасно помните речь отца Буша в Украинском Верховном Совете в августе 91-го года, когда он призывал Верховный Совет, который еще на половине из коммунистов стоял, ни в коем случае не объявляйте независимость, вот при Горбачеве, очень хороший советский суд и так далее. Тогда тоже американцы страшно боялись, как же вот так, а как будет съедено мороженое и так далее. Но этот аргумент тоже сейчас не принимается, после того, какая сейчас большинство комментариев спрашивают, какая черта русская смута, и вы нам пугаете, Путин потеряет власть. А вот Путин останется у власти, вот что страшно. Он же заявил, что его Син Цзиньпин поставил на 12 лет у власти. Вот Китай, Россия в полном подчинении Китаю, вот что страшнее намного любой смуты. Так что вот эти, как будет развиваться в будущем Россия, это вопрос дискуссионный, и, в общем, решать будут это сами русские, и народы других этносов, которые там. Ну, можно предположить, ну, например, Чечня уже не является давно частью Российской Федерации, я, если говорить о Дальнем Востоке, то мы же помним, на всякий случай, чтобы показать Путину, кто есть кто, Китай опубликовал перед поездкой карту, где громадные российские территории были обозначены исконными китайскими именами, которые они носили до отторжения территории в 19 веке. Так что все это будет развиваться своим образом. Но сейчас самое главное, что нет уже в Вашингтоне таких настроений, что как бы так, не дай бог, Путин потеряет власть, и начнется хаос. Гораздо страшнее сценарий, если Путин останется у власти. Вот что поняли в Вашингтоне. Поэтому победа Украине должна быть убедительной. По сценарию генерала Заужного, который он наметил еще в интервью с журналом «Экономис» в декабре прошлого года. 84 километра, доходим до Мелитополя, берем ее, и оттуда начинаем хаммерсами. Во-первых, уничтожаем Крымский мост, а во-вторых, раз за разом все российские военные объекты в Крыму. Это, безусловно, приведет к политическому кризису и падению Путина. Знаете, Андрей Ильич, как оно будет, конечно, мы не можем там говорить, даже прогнозировать, даже к нам ожидать. Да, мы можем понимать, какие, возможно, там направления перспективные, но все в ожидании чего-то. Знаете, вот есть какая-то такая нота определенная, которая держит нас. Но думаю, что и композитор, как Вы сказали, и сценарист Залужный, они все на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего все распишут, как нужно. Вам спасибо за разговор, благодарим. Андрей Пенковский, политолог, журналист Вашингтон-США был с нами на связи.